Человеческий Дух из Высшего Рая, если можно так выразиться, был отправлен в ссылку в этот мир и находится в заточении мира чувств и ума, который главенствует над большинством людей. Наша задача — вернуться домой, снять с души все ее физические и ментальные привязанности, чтобы из клетки, в которой она находится в заточении, душа-лебедь смогла вернуться домой. Почему нам нужно вернуться домой? Потому что это единственный способ стать наконец-то совершенно благостными, без каких-либо беспокойств или страданий. Рождение, смерть, перерождение, болезнь, старость, распад, желание, забота, страхи — это все вещи, которые омрачают жизнь живых существ, не только людей, но и животных. Животные всегда находятся в поисках еды, и лишь иногда, когда они сыты, немного отдыхают. Человеческий дух должен вернуться домой. Он подобен пламени, которая стремится вверх. Когда-то, очень давно, говорили, что пламя тянется вверх, потому что его источником является Солнце. Оно хочет вернуться к своему источнику. Источник Духа — это Бог. И Дух не найдет мир, покой, счастье и подлинный отдых, пока не погрузится в океан Божественности, в океан Любви и Блаженства, в океан Безграничной и Вечной Гармонии. Когда-то жил молодой человек, который очень много времени посвящал духовному поиску. Что его больше всего интересовало в этом мире, так это найти способ дать духовную воду и хлеб своему голодному и жаждущему духу. Однажды он узнал про великого святого, который жил на окраине одной деревни. его считали действительно мудрецом, достигшим наивысшего знания. Люди ходили к нему за советом, но большинство из них спрашивали о вещах, связанных с обыденной повседневной жизнью. Как побороть болезнь, как решить какую-то задачу, как помириться с тем, с кем они поссорились. Мало было тех, кто действительно жаждали духовности и ходили к нему просить совета на этот счет. Этот молодой человек был исключением. Придя к мудрецу, он спросил у него, «Как вы достигли этой великой цели, этой святости, которую вам приписывают». Святой ответил ему, «Я, как и любой другой человек, искал». Тогда молодой человек спросил его, «Как вы достигли своей реализации? вы голодали или приняли обет молчания на много лет, или практиковали аскезу? «Нет, ничего подобного». «Тогда что вы делали?» Он ответил ему, «Я достиг этого через самоконтроль». «Я достиг этого через самоконтроль». На вопрос молодого человека, что такое самоконтроль, святой ответил, «В первую очередь я пытался контролировать свои действия, старался, чтобы они были в соответствии с учением мастеров и были мудрыми. После того, как я научился контролировать свои действия, начал контролировать свои слова. Я достиг хороших результатов, и моя жизнь стала более благостной и спокойной. Я жил в согласии с людьми, но мне не хватало еще чего-то. И чего именно вам не хватало? Чтобы достичь созерцания Бога, мне не хватало контроля над мыслями. Когда я достиг контроля над ними, тогда, наконец-то, я был готов. «К чему?» спросил молодой человек. «Готов к тому, чтобы найти мастера, быть посвященным на путь духовности и, наконец-то, получить контакт с Богом, чтобы вернуться к Богу, нужен самоконтроль, который состоит из трех частей, как говорил Кирпан Синг, хорошие мысли, хорошие слова, хорошие действия и, конечно же, посвящение на путь и милость мастера». И милость мастера. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok